МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ситуация критическая. Проблемы гор автотранса обсудили депутаты на заседании комитета. В новом формате изменят ли порядок размещения рекламных конструкций? Сезон ОРВИ и гриппа в разгаре. Как защитить ребенка от вирусов? Далее расскажем обо всем подробно. Ситуация в гор автотрансе критическая. В парке сейчас 49 единиц техники. 45 из них изношены на 100%. Необходимо масштабное обновление. В штате не хватает водителей и слесарей. Свой доклад Григорий Васильевич начал с основных болевых точек гор автотранса. Затем рассказал народным избранникам о мероприятиях, которые позволят вернуть к жизни угасающее предприятие. Оптимизация действующих маршрутов в цели обеспечения роста пассажиропотока. Проведение работы по усилению контрольности за собираемость выручкой. Замена изношенного подвижного состава на новые, более экономичные и комфортные автобусы. Замена оборудования технического для технического осмотра. На базе предприятия также планируют возобновить работу автошколы. Это, по мнению Григория Васильевича, позволит решить проблему нехватки специалистов. В этом году Горавтотранс планирует приобрести в лизинг три автобуса среднего класса, а пять единиц техники приобретает администрация. В первом квартале следующего года на маршруты выйдут восемь новых автобусов. Также директор пояснил, какой примерный охват пассажиропотока у нового транспорта. Сейчас на данный момент у нас по зимнему расписанию выходит 27 единиц. То есть у нас есть четыре новых автобуса ПАЗ. То есть восемь будет, ну где-то в районе 50 процентов. Я думаю, мы обхватим. Будем стараться по всем муниципальным программам. В следующем году министерство транспорта тоже, они всегда с какими-то выходят предложениями с программой. Будем заявляться на покупку больших автобусов Лиазов, что они тоже нужны для населения. Не только ПАЗ среднего класса, но и большие автобусы тоже требуются для населения. Ситуация с гор автотрансом вызвала бурные дискуссии. По итогу вопрос решили перенести на февраль 2022 года, когда уже можно будет подвести промежуточные итоги реализации озвученных мероприятий. Также это даст новому директору время освоиться на своем посту и более детально изучить проблему. В следующем вопросе повестки Леонид Бородулин предложил проект решения, который может помочь руководителям муниципальных предприятий города. Есть предложение в составе МУПов организовать рабочие группы по разработке плана развития предприятий. То есть в рабочую группу она будет создаваться приказом директора предприятия. В нее будет включены сам руководитель, финнорган, представитель муниципального образования по профильному направлению и депутат городской думы. Леонид Борисович обратился к народным избранникам с просьбой подобрать кандидатуры, которые действительно могли бы оказать существенную помощь предприятиям. Среди приоритетных характеристик он назвал профильное образование, умение креативно мыслить. Также важно при подборе кандидата исключить конфликт интересов с предприятием. Полагаем, что данный депутат будет участвовать не только в разработке программ, но и в участии в проведении рабочих совещаний. Когда в профильное министерство руководитель МУПа будет выезжать, то было бы хорошо заручиться поддержкой и говорить, что вот со мной представитель городской думы, участник рабочей группы, вот необходимо нам оказать содействие, поддержку. Доклад народные избранники приняли к сведению. Механизм сотрудничества с предприятиями решили детально проработать с администрацией. История с наружной рекламой в Сарове длится много лет. Долгое время размещение рекламы было бесконтрольным, и бюджет не получал от нее доходов. В 2017 году прошел конкурс, в результате которого два лота выиграла компания «Два Аякса», а один ударник. Обе организации предложили беспрецедентные 100% размещения социальной рекламы. Это от кого заявка? От «Два Аякса». «Два Аякса». Предложение участника конкурсу по критерию К2. Предложение по размещению социальной рекламы в процентов от годового объема, распространяющей страняемой рекламы 100%. Вот номер 2. Так, заявка на участие, форма номер 1. Общество с ограниченной ответственностью. Два Аякса. Предложение по размещению социальной рекламы в процентов от годового объема, Тем не менее, стопроцентной социальной рекламы город так и не увидел. Даже невооруженным взглядом можно было заметить, что большинство счетов занимала коммерческая информация. По отчету контрольно-счетной палаты за 2017-2020 год в Сарове размещалось не более 6,2% социальной рекламы на муниципальных местах. Собственник рекламной конструкции обязан размещать на рекламной конструкции социальную рекламу, социально значимую городскую информацию, праздничное оформление города. В соответствии с договором в размере 100% от годового объема распространяемой рекламы согласно конкурсному предложению. При договорной возможности размещения социальной рекламы в объеме 100% от годового объема распространяемой рекламы Процент размещения социальной рекламы составил от 0,25% до 6,2% от годового объема рекламных повоз в соответствии с договорами. Возможно, именно это стало причиной того, что у всех рекламных конструкций города отозваны разрешения на эксплуатацию, а с победителями конкурсов расторгли договоры летом этого года. Это выяснили народные избранники на заседаниях рабочей группы по разработке проекта решения о форме проведения торгов по предоставлению рекламных площадей города. В процессе общения с чиновниками администрации удалось выяснить, что у нас, оказывается, в течение лета и начала осени у всех рекламных конструкций были отозваны разрешения. И с ними, соответственно, с победителями конкурса были расторгнуты договора на размещение рекламных конструкций. То есть сейчас у нас все рекламные конструкции, которые размещены в соответствии с схемой размещения рекламных конструкций, стоят в городе без разрешения. На заседании озвучили официальную позицию главы города. Анализ сведений, предоставленных Гордумой, позволяет рассматривать форму проведения торгов в виде аукциона как приоритетную. Процитировал Алексей Сафонова, председатель комитета. По моему мнению, этот проект вполне можно сегодня рассматривать на заседании Городской думы. Нет никаких оснований не доверять результатам рабочей группы, работы рабочей группы. И мне кажется, вот я испытываю глубокое удовлетворение этих результатов и считаю, что проект нужно вынести на заседание Городской думы и принять. Окончательное решение о том, изменят ли порядок размещения рекламных конструкций на муниципальной земле и собственности, народные избранники примут на заседании Думы. Отчетно-выборная конференция профсоюзного городского собрания началась со слов о значимости работы профсоюза для предприятий Сарова. Глава города Алексей Сафонов и председатель Городской думы Антон Ульянов коснулись вопросов о современных проблемах и задачах профсоюзной организации. Профсоюзы всегда обладали очень значимой, очень решительной силой и те организации, те территории, где профсоюзы имели понимание развития, имели желание работать и взаимодействовать, всегда отличались определенной энергией для этого развития. Статус и влияние профсоюзной организации повышается тогда, когда профсоюзная организация по-настоящему отстаивает права, интересы работников, членов профсоюза в первую очередь. И, на мой взгляд, вот этому направлению нужно уделить очень серьезное внимание. На конференции на повестку дня вынесли отчет о работе территориальной профсоюзной организации Сарова в период с 1 декабря 2016 года по настоящее время. Также состоялись выборы нового состава территориального комитета профсоюза. На конференции зачитали отчетные доклады ревизионной и мандантной комиссии. А также ревизионная комиссия казначей и секретарь. Это люди с высокой гражданской активной жизненной позицией, неравнодушные профессионалы своего дела. Делегаты утвердили основные направления работы профсоюзной организации на ближайшее время. На основе открытого голосования в новый состав территориального комитета вошло 23 человека. На заседании профсоюзного комитета выбрали и нового председателя. Им стала бывший депутат законодательного собрания 6-го созыва Нижегородской области Марина Семеновна Еминцева. И город живет, и проблемы они общие. Любую проблему можно решить, если ее решить. И при вашей поддержке, спасибо вам огромное, я думаю, наша профсоюзная организация, и наш ветеран, и бывший актив, конечно, добьется тех целей, которые перед собой стоят. Спасибо вам огромное. В планах у нового председателя увеличивать количество членов профсоюзной организации, а также совместно с администрацией решать трудовые и социальные вопросы рабочих коллективов города. Если налогоплательщик получил налоговое уведомление с неточной или ошибочной информацией, то нужно лично обратиться в налоговую инспекцию, направить запрос через личный кабинет налогоплательщика или сайт Федеральной налоговой службы. После этого организация направит запрос в регистрирующие органы, ГИБДД и Росреестр. После получения информации о праве собственности на данный объект, уже налоговый орган осуществляет пересчет налогов за необходимый налоговый период. Также, если налогоплательщик имеет право на льготы, то налоговая инспекция произведет перерасчет данного налога. Налоговая служба предупреждает, что приближается срок оплаты имущественных налогов за 2020 год. Сделать это нужно не позднее 1 декабря. На сегодняшний день рассылку налоговых уведомлений завершили. Пользователи, у которых есть личный кабинет, получат уведомления онлайн. Также налоговые уведомления не получат те физические лица, которые имеют право на льготы и вычеты и освобождаются от налога в полном объеме. Также, если налоговый орган начислил налог в сумме менее 100 рублей. Если налогоплательщик не погасит налоги до установленного срока, то инспекция начислит пенни за каждый день просрочки. Пенни составляют 1,03 ключевой ставки Банка России. Через 14 дней налоговая служба направит человеку официальное требование, чтобы напомнить о долге. Ну а дальше уже применяются принудительные меры обеспечения по внесению данных сумм налога в бюджет Российской Федерации. Уже налоговый орган обращается в судебные инстанции для принудительного взыскания имущественных налогов физических лиц. Оплатить имущественный налог можно через личный кабинет налогоплательщика, банки, портал госуслуги или почтовое отделение. По всем вопросам обращайтесь по телефону 3-48-37 или по телефону контакта центра 8-800-222-22-22. Светлана Юрунова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. 18 ноября министр науки и высшего образования подписал указ об установлении нового праздника – Дня преподавателя высшей школы. Дату празднования – 19 ноября – выбрали не случайно. В этот день родился Михаил Васильевич Ломоносов – первый русский ученый мирового значения. В Саровском физико-техническом институте этот день не оставили без внимания и тепло поздравили весь преподавательский состав. Трудно переоценить ваш труд. Ведь сегодня век быстро меняющихся технологий – это не только передача знаний, умений, навыков, но это и воспитание человека будущего, который сможет работать в команде. Он будет креативным, он будет творческим. В этот праздник преподаватели наградили почетными грамотами Министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области. Их подготовили теплые слова благодарности от руководства и студентов вуза. Традиция праздновать День преподавателей высшей школы повысит престиж, во-первых, к этой профессии. Мы надеемся, что и молодежь станет интересной профессией как преподавателя. Ну и, конечно же, это, наверное, приток, надеемся, на больший приток в научно-исследовательскую среду, именно как раз молодежи и вообще всех, кто любит заниматься наукой. Когда преподаватели выходили из актового зала, студенты поздравляли своих наставников, и каждому из них вручали цветы и сладкий подарок. Светлана Ярунова, Сергей Рябов, Служба новостей Саров-24. Чтобы прийти на День открытых дверей в Саровский физико-технический институт, ребятам нужно было зарегистрироваться на сайте и выбрать удобное для них время. Мероприятие для городских школьников прошло в новом формате. Ребята разбились на группы по 10-15 человек и посетили различные аудитории, познакомились с преподавателями и деканами факультетов, а также могли задать все интересующие вопросы. Также ребята сегодня могут узнать, как к нам поступить, встретиться с ответственным секретарем приемной комиссии, который расскажет им все, что касается поступления в наш ВУЗ. Это и какие ЕГЭ нужно сдавать, и на сколько баллов нужно сдать ЕГЭ, чтобы учиться в нашем ВУЗе. Ребята узнают направление подготовки, специальности. Школьники встретились и с руководством ВУЗа. Анна Геннадьевна Сироткина побеседовала с ребятами о поступлении, рассказала про факультеты ВУЗа, спортивную и культурную жизнь института, а также о дальнейших перспективах по трудоустройству. Учитывая приемную кампанию прошлого года, она проходила тоже в очень непростой ситуации ковидной. Тем не менее, нам удалось закрыть контрольные цифры приема, это 153. Мы взяли 18 дополнительных бюджетных мест и 29 человек набрали на платной основе. Всего мы набрали 200 человек. При обычном наборе 120-130 человек. Только физика и никакой магии. На факультете доузовской подготовки будущие студенты смогли увидеть различные физические явления. Преподаватель показал интересные опыты, которые можно объяснить только с помощью науки. Много опытов было по механике, то есть это сила трения. Далее показал по электричеству момент инерции, гироскоп. То, что они встречают в жизни, может быть, довольно-таки часто, но не знают объяснения этим явлениям. В заключительной части мероприятия школьники встретились со студентами с РФТИ в актовом зале за чашкой чая. Активисты вуза рассказали ребятам о студенческой жизни и направлениях работы студсовета. Это вуз нашего родного города. Это вуз находится, можно сказать, рядом с моим домом. И здесь есть огромные возможности и шансы пойти потом на работу в МНФ. Хочу узнать, как вообще организована здесь учеба, какие экзамены лучше сдавать, на какие баллы, чтобы с вероятностью 100% сюда поступить. Потому что другие вузы я даже не выбираю. В апреле в Саровском физико-техническом институте пройдет День открытых дверей для иногородних школьников. Им покажут вуз, проведут экскурсию по городу и новому общежитию. Светлана Ярунова, Андрей Махмудов, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Единый государственный экзамен – важный и ответственный этап для 11-классников. Чтобы чувствовать себя уверенно на экзамене, выпускникам важно как можно раньше начать подготовку к ЕГЭ, стараться вникать в материал и заниматься предметами регулярно. Такой совет дают те, кто уже прошел через итоговые экзамены – студенты СРФТИ. Я бы советовал сначала 10-го класса. Если можно, то уже даже с лета. Потому что условно все же понимают, на какой нужен балл. Там 80+, 90+. И на этот балл нужно освоить определенный объем информации. То есть определенный объем знаний у тебя должен быть. И, конечно, понять все это за два года гораздо проще, чем за один. Часто у учащихся и родителей возникает вопрос, нужно ли для подготовки к ЕГЭ нанимать репетиторов по всем предметам. Как правило, выпускники готовятся к итоговым экзаменам с индивидуальным преподавателем или ходят на подготовительные курсы. Но студенты СРФТИ по своему личному опыту знают, что самое главное в подготовке – это личная мотивация и самодисциплина. Я просто изначально осознала, что это нужно для меня и для моего будущего. И это дало мне мотивацию готовиться и стараться при подготовке, чтобы поступить в ВУЗ, который я хочу, и на направление, которое я хочу. При этом, конечно же, стоит понимать, что наше будущее зависит только от нас. И если ты сейчас не вложишь в себя как можно больше, потом ты поймешь, что сделал большую ошибку. Можно идеально выучить весь материал, но ничего не получится без благоприятной атмосферы дома и в школе. Родители, учителя, друзья – это ближайшее окружение 11-классника. В период подготовки к ЕГЭ важно поддерживать ребенка, верить в него и, самое главное, не паниковать и сохранять спокойствие. Нужно создать такую атмосферу, чтобы ребенок почувствовал свои силы. Как всегда я говорю на занятиях, то есть у вас знаний достаточно. Нужно только правильно эти знаниями распределиться во время экзамена. Поэтому нужно, чтобы была благоприятная обстановка, чтобы ребенок мог заниматься, отвлечь его от каких-то посторонних дел, возможно, поменьше, чтобы он занимался домашними делами. Чтобы снизить стресс перед экзаменом, нужно при любой возможности испытывать свои силы в пробниках и на различных олимпиадах. Не стоит пренебрегать и такой простой вещью, как режим дня. Полноценный сон помогает перезагрузиться и восстановить силы. Светлана Юрунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. За окном то сукробы со снегопадами, то лужи и копель. Подобные перепады температуры устраивают детскому иммунитету настоящие испытания на прочность. А потому простудные заболевания набирают силу именно в осенне-зимний период. Важно вовремя распознать симптоматику гриппа и ОРВИ, чтобы оказать помощь своему ребенку. ОРВИ отличается тем, что происходит постепенное нарастание симптомов. Температура тела, как правило, не повышается выше 39 градусов. Сопровождается кторальными проявлениями. Это насморк, кашель, боль в горле. Грипп, в свою очередь, проявляется сильной интоксикацией организма. Температура тела поднимается до 39 градусов и выше. Ребенок вялый, плаксивый. Вирусные заболевания и бытовые простуды можно предотвратить, если принять необходимые меры профилактики. Прежде всего, нужно соблюдать гигиену, мыть руки, регулярно проводить влажную уборку дома. Защитить ребенка, по мнению врача, также могут и медицинские маски. Медицинские маски помогают защитить ребенка от воздействия инфекций в окружающем мире. Вообще, детям следует носить маски с 12 лет. Но если ребенок младшего возраста идет куда-то в общественное место, и он уже осознанно умеет носить маску, правильно ее надевать, то можно надевать и раньше. Иммунитет ребенка формируется с самого раннего детства. Важно регулярно гулять с ним на свежем воздухе и вовремя начинать закаливающие процедуры. Лучше летом, перед этим проконсультировавшись с врачом. Главная защита детского иммунитета – своевременная вакцинация. В наше время вакцинацию детей от гриппа можно начинать с 6 месяцев и проводить каждый год. Научно доказано, что вакцинация от гриппа и пневмококковой инфекции защищает не только от этих заболеваний, но также защищает от осложненного развития ОРВИ. Также важно следить за рационом ребенка. В осенне-зимний период в нем обязательно должны присутствовать овощи и фрукты. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. Эпидемиологическая ситуация в стране и в городе еще нестабильна. В группе особого риска находятся люди старшего поколения. Именно для них руководство города, профиатсвнеев и коммерческих организаций открыли два дополнительных пункта вакцинации – в Центре культуры и досуга, а также в спортивном комплексе внеев. Мне вот по месту жительства я пришла сюда потихонечку, не пользуясь автобусом. Потому что стараюсь больше не быть в коллективе массовой, чтобы не заразиться и не заболеть. Перед вакцинацией пенсионерам помогают заполнить согласие и другие документы. Также в кабинете работает врач-терапевт, который контролирует все необходимые показатели здоровья. Прием на пунктах вакцинации проводят только по предварительной записи. Я сама привелась уже давно. Скоро уже будет ревакцинация второй, третий раз. Сам я проходил эту самую прививку вчера здесь. Мне понравилась эта организация внеев, дом культуры тоже внеев. И они молодцы, что это сделали там. Для предварительной записи на вакцинацию звоните по телефону 385-49-661-00. С 8 до 17 часов. Светлана Ярунова, Кирилл Новикевич, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Светлана на телевидении меньше полугода. Девушка получила приглашение на собеседование от нашей редакции. И до последнего не верила в то, что ее возьмут. Поскольку опыта работы в этой сфере у нее не было. Но судьба распорядилась иначе. И Светлана попала в дружную команду Канала-16. Первое препятствие на новом поприще – страх камеры. Мне было очень страшно снимать стендап. То есть, когда мне сказала главный редактор, я хочу посмотреть тебя в кадре. Я очень испугалась. И мне сказали, ты пойдешь, я хочу сказать. Я сначала вообще не понимала, что такое хочу сказать. Это был мой первый опрос и первый стендап. Это было страшно вдвойне. Потому что это был опрос, но опросы достаточно так делать страшно. Сейчас о своих первых страхах Светлана вспоминает с улыбкой. Опросы оказались не такими ужасными, а стендапы перед камерой и вовсе вошли в привычку. Больше всего в своей работе Светлане нравится быть в гуще событий. Самым волнительным она считает первое знакомство с тележурналистикой за кадром. Ну, конечно, это интересно. Вот, например, когда я смотрю при монтаже, это как-то по-другому выглядит. Это не так интересно. А потом, например, свой же репортаж я смотрю по телевизору – это так и по-другому. И, например, уже себя там, например, в телевизоре увидеть – это очень странно. Медиа-индустрия постепенно переходит в интернет-пространство. Современное телевидение не стало исключением. Новости спорта, культуры, экономики и политики, а также аналитические и развлекательные передачи вы легко можете найти на онлайн-платформах. Сегодня мы присутствуем не только у всех кабельных операторов, да, где можно посмотреть наши новости, наши передачи, но и также во всех онлайн-площадках – Lime HD, Ventera, все, что Smart TV касается. Также приложение Sarov24 в Google Play Market, где вы можете скачать это приложение, установить его себе на телефон и в любой момент его включив, увидеть все, можно сказать, новости за сегодняшний день. Редакция канала «16» поздравляет всех сопричастных с профессиональным праздником и желает им всегда быть актуальными и интересными. Анна Перепец, Константин Островский, Сергей Ряпов, служба новостей, Sarov24. Акварель может быть совершенно разной. Возьмем, к примеру, эти яркие полотна. Они написаны в технике «Алла Прима» по-сырому. Лист бумаги смачивают водой и пишут по влажной поверхности. Краски причудливо смешиваются на самом полотне. А вот городские пейзажи требуют от автора куда более детальной проработки. Прекрасно написаны стафажи. То есть это люди, которые появляются в городском пространстве. Они вот такими вот отдельными мазочками, можно сказать. Но мы воспринимаем как пешеходов, которые двигаются по прекрасному городу Санкт-Петербургу. Эти акварели хочется рассматривать внимательно, подходить близко. И у нас на выставке как раз они представлены, что мы можем мельчайшие подробности рассмотреть. Акварель считают легкой краской. Она разбавляется водой, но есть в ней и свои сложности. Акварель очень трудно исправить. Эти краски не светостойкие. Особо редкие экземпляры, как правило, выставляют в приглушенном свете. Акварель требует специального оформления работ. Это обязательно паспарту, который отделяет само изображение от рамы. И стекло, которое защищает нежную бумагу, которая реагирует. Не думайте, что влажность всегда везде одинаковая, особенно дома это сложно поддерживать. Отделяет и защищает работу. Акварельную живопись считают базовой. Едва ли найдется человек, который в детстве не рисовал ею в школьных альбомах. Также те, кто выбирает путь художника, начинают его, как правило, именно с акварели. В муку добавляем яйцо, тростниковый сахар, молоко и масло, при этом тщательно перемешивая тесто венчиком. Все ингредиенты будущего кулинарного шедевра для участников мастер-класса подготовили заранее, отмерив необходимое количество. Те, кто закончил с тестом быстрее, остальных уже разогревают блинницу и пробуют поджарить ароматные панкейки до золотистой корочки. За процессом пристально наблюдает Татьяна, помогая их правильно переворачивать. Рецепт простой, из простых продуктов, чтобы они смогли это дома повторить. Я не стала брать рисовую муку, все вот эти необыкновенные сиропы топинамбура. Цель, чтобы они смогли это сделать дома все. Ребята все замечательные, они все выполнили, у них у всех получилось, украсили эти десерты. Мне казалось, что всем очень все понравилось. Выпекали панкейки по очереди. Комната постепенно наполнялась волшебными ароматами. Финальный этап готовки – украшения. Для декора подготовили ягоды и разные присыпки. Миксовать их можно было в любой последовательности. Это уже второй мастер-класс от шеф-повара. В свою первую встречу участники готовили традиционный английский десерт – трайфл. Мне занятие понравилось, очень познавательное. Можно научиться помимо патрубодов что-то еще готовить. Очень познавательный, интересный. И шеф-повар Татьяна, помимо возможностей, конечно, всем время все уделяет, объясняет что-нибудь так. Следующая встреча будет тематической. Участники научатся готовить новогодний салат. Подобный формат они приняли с энтузиазмом и с нетерпением ждут новых занятий. Проводить их будут два раза в месяц по вторникам до лета. Все на той же площадке молодежного центра. Вообще клуб «Лотос» существует с 2005 года, то есть уже 16 лет. И на протяжении всех этих лет мы ищем постоянно новые формы работы, которые были бы интересны молодежи с инвалидностью. Какие-то поездки, мастер-классы и просто мероприятия. Также молодежный центр поддерживает инициативу ребят с ОВЗ инвалидностью. Поэтому приглашаем всех ребят вступить в наш дружный клуб. Подробнее о работе клуба «Лотос» можно узнать по телефону 99-118. У кулинарных встреч уже появилась своя традиция – завершать их чаепитием и дегустацией приготовленных блюд. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. Я считаю, что мы выиграем Саров, потому что мы готовились. С победным настроем приехала команда из Ордатова на очередной матч областного первенства Нижегородской области среди юношей 2011-2012 годов рождения. Но саровчане были готовы к схватке и уже в первом периоде завладели инициативой и сумели забить в ворота гостей три шайбы. Во втором периоде команды обменялись голами, а третий показал, что саровчане настроены решительно. Динамичные атаки и точные передачи помогли команде забить еще три шайбы. Игра закончилась со счетом 7-1. Соперников слабых не бывает. Бывают плохо сыгранные игры. В принципе, турнир такой уже довольно серьезный. Мы все настроены на хотя бы выйти в призеры в этом турнире. В этом году в Нижегородском первенстве по хоккею среди мальчиков 2011-2012 годов рождения принимают участие девять команд. Каждой предстоит сыграть по две игры. Одну дома, одну на выезде. Довольно-таки интересно. Дети играют, развиваются. Они ради этого сюда и приходят. Во-первых, это занятие спортом. Интерес – это игра. Первенство еще только началось. В копилке у саровских спортсменов уже две победы. 26 ноября наши хоккеисты скрестят клюшки с выксунским металлургом. Ирина Вашегородцева, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова